Детский отдых Детский отдых Мы открываем период летней оздоровительной кампании в наших детских учреждениях с 4 июня и продлится он вплоть до 4 августа. Мы устраиваем в двух лагерях по две смены. То есть еще детей записать в ведомство лагеря есть возможность и, соответственно, успеваем? Конечно, возможность такая имеется. Можно записаться в один лагерь уже на вторую смену или в другой лагерь на обе смены. Путевки есть. Что нужно для записи? Какие родителям и ребенку нужно собрать документы? Кто? Денис, наверное, да? Да. Для того, чтобы попасть в наш лагерь, необходимо обратиться, в первую очередь, к нам с документами, копия паспорта, свидетельство о рождении. Мы составим договор, позже пригласим на подписание и выдадим путевку в этот же день. Ну, а вот есть все-таки какие-то наверняка отличия ведомственные? Вообще, ведомственные, я помню, из своего детства, это всегда были такие лагеря, куда было сложно очень попасть. Они такие были с каким-то, ну, такие, как своего рода, закрытые тайные клубы, куда стремились родители своих детей отдать. Ну, считалось, что там как-то лучше, да? Вот сейчас есть какое-то различие между муниципальными, где тоже все на уровне, на самом деле, и ведомственные? — Скорее всего, даже в наши лагеря проще попасть, чем в муниципальные сейчас. Мы открыты для всех. На самом деле, стереотип касаемо лагерей существует до сих пор. Есть еще у нас ряд объектов других в социальной сфере, да, то есть культурные, спортивные, там только уже этот, как бы, грань пройдена, можно сказать. Но вот в лагеря очень часто слышно, люди удивляют, что вы берете туда простых, ну, как бы, не сотрудников компании. Абсолютно всем открыто, компания всем. — Скажите, ну вот муниципальные лагеря уделяют очень большое внимание сейчас контролю питания, безопасности, к мероприятиям, которые проводятся с детьми. Как в ведомственных лагерях организована эта работа? Тоже ли так вот относятся очень щепетильно? — Вот тем, чем мы отличаемся от муниципальных лагерей, это наши программы. У нас очень насыщенная программа, ежегодно она меняется и пишется индивидуально для нас. Если немного говорить о программе 2016 года, она называется «Мы в кино». Естественно, она приурочена к году отечественного кинематографа. И, знаете, наша программа, она всегда построена, ну, как бы, главная ее цель — это раскрыть личностные качества каждого ребенка. Подойти с любой стороны, да, будь то творчество, спорт. И раскрыть. — Ну, а раз лагерь платный, означает ли это, что ребенок может за эти вот дополнительные деньги получить больше, скажем так, каких-то услуг, чем в муниципальном? — Да, это, как бы, конечно, приоритет в цене, ее стоимости обусловлен качеством оказания услуг. Недавно мы перешли на способ оказания вот культурной программы питания на, как бы, сторонней компании, которая нам предоставляет. Как бы, из некоторых это может смутить, что данный факт, как бы, ну, мы пытаемся остраниться, да, и это на кого-то спихнуть. На самом деле нет. Ввиду того, что мы все в очень жестком правовом поле действуем, нас это заставляет выбирать лучших из лучших. А так как многие хотят работать с нами, они борются за это место и, соответственно, услугу оказывают уже более качественно. И поэтому есть возможность вот в культурной программе, если мы что-то один провели, да, лагерную компанию, что-то, если детям не нравится, мы это убираем легко. То есть нету какой-то заезженности постоянной. — Тем более, что ребятишки, побывав единожды в нашем лагере, они возвращаются к нам снова и снова, и мы, конечно, как клиента, ориентированная компания, мы понимаем, что нам нужно расти, нам нужно развиваться, и постоянно меняемся. — Вот раньше в ведомственных лагерях как-то все время считалось, что к детям, родителям тех компаний, чьи эти лагеря, отношение вроде как другое, более такое лояльное и требовательное, и трогательное, чем, например, к детям, которые просто купили и пришли туда за полную стоимость. Как у вас? — Мы хотим развеять миф. Дети сотрудников нашей компании — это обычные городские дети, причем не только Красноярска, это Абакан, это Ачинск, это Уяр. Ничем они не отличаются, отношение к ним точно такое же. Мы открыты для всех. Детей в возрасте с 7 до 14 лет. — 202, 22, 22. Мы готовы принять ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, вот именно касаемые ведомственных лагерей, как туда попасть, наверняка вас интересует и цена. Вот как раз про цену я и спрошу. Сейчас какая практика вообще на рынке сложилась? Сколько стоит примерно от и до отдых за полную стоимость в ведомственных детских лагерях? — Касаемо нашего лагеря, стоимость от 27 до 33 тысяч. — До скольки? — До 33. — Это что включает эта стоимость в себя? — Это 21 день проживания, это 5-разовое питание, это досуг, экскурсии, вся сувенирная продукция. То есть дополнительных денег не предусматривается. Тем более мы сразу говорим родителям, что денег ребенку с собой давать не нужно, потому что приобрести в лагере нечего. Уже и так все предоставлено. Причем хотим отметить, что очень тенденция сейчас развивается так в нашем городе, что открывается много лагерей с дневным пребыванием. И стоимость такая же, как у нас на круглосуточную, на 21 день. Поэтому, ну... — Если родители захотят и имеют такую финансовую возможность, то есть они могут, например, путевки купить не только на один сезон, а на все лето избавиться от своего ребенка, если такое желание возникает, да? — Конечно, они могут нам доверять. — Муниципальные лагеря и ряд ведомственных, они находятся в пригороде Красноярска. Ваши, насколько я знаю, там два лагеря, они находятся где? — Один находится непосредственно в городе Красноярске, проспект Слабонный, 90-г. Другой лагерь находится в Минусинском районе. — Вот в Минусинский район каким образом ребятишки попадают? Это централизованная доставка из Красноярска какими-то специальными автобусами? Здесь тоже родители могут не беспокоиться, да? — Да, наш лагерь находится на берегу озера, доехать до него трудно, далеко. Мы делаем организованную доставку из Красноярска тоже по пути следования с железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом. — Ну что ж, есть ли у вас в лагере оздоровительные процедуры? Мы как раз об этом поговорим буквально через пару минут после рекламы. — Мы продолжаем разговор о ведомственных детских летних загородных лагерях с представителями Дирекции социальной сферы Красноярской железной дороги. У нас есть телефонный. Добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос? — Здравствуйте, меня зовут Алёна. Хотела бы спросить, для многодетных семей скидки какие-то предоставляются на путевскую лагерь? — Спасибо за ваш вопрос. Есть ли какие-то льготы и скидки для многодетных семей? — К сожалению, скидок нет. Однако мы считаем, что стоимость нашей путевки достаточно конкурентоспособная, поэтому ее могут приобрести и многодетные родители в том числе. — Я думаю, что наша зрительница уже, к сожалению, отключилась. Прежде всего, вы должны пользоваться правом в муниципальных лагерях получить места для своих детей, потому что вы имеете приоритеты в этом вопросе. Если почему-то у вас не получилось, то здесь обязательно нужно этот вопрос решать с управлением образования и с вашей школой. Ведомство лагеря, конечно, это все-таки вне системы государственного управления образования, вне системы муниципальной, поэтому это несколько другая сфера. Давайте вернемся к, собственно говоря, самим детским лагерям. Мы уже упомянули до рекламы об оздоровлении. Что включает себя, что вообще понимается в ваших ведомственных лагерях под оздоровлением и что дети получают? Существует такой термин «оздоровительный эффект». Наши ребятишки, когда приезжают в лагерь, они получают тот самый оздоровительный эффект. Прежде всего, это режим. Это здоровое, сбалансированное питание, пятиразовое. Это организованный питьевой режим. Это водные процедуры, благоприятная атмосфера, свежий воздух, солнечные ванны. Все это способствует... В общем, как и у всех. Солнце, воздух и вода, как говорится, наши лучшие друзья. Телефонный звонок у нас есть. Добрый вечер. Как вас зовут? И ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Виктория. Говорите, Виктория. Я бы хотела задать такой вопрос. Почему представители ведомственных лагерей не выходят на торги, когда управление образованием, министерство образования, выходит на торги для путевок, для детей опекаемых? Нам сказали, что все это проводится по торгам, и какие-то захудалые лагеря вышли на торги, а больше никто в этом участие не принимает. Можете ответить что-то по этому вопросу? Да. Здесь, естественно, при участии в подобных торгах упор делается на стоимость предоставления услуги. Так как мы уже отмечали, что стоимость для некоторых может быть завышенная, мы просто не можем пройти по цене, которую предъявляет муниципалитет нам. Соответственно, туда попадают некие такие более попроще лагеря, в которых стоимость пребывания детей отличается в разы. То есть ваши затраты на инфраструктуру, на персонал, они не могут быть ниже определенной планки, и вы в этой ситуации не конкурентны? Да, но и учитывайте качество, которое нам и предоставляется. Вот раз уже, Денис, раз мы затронули вопрос инфраструктуры, в чем отличие может быть от муниципальных лагерей? Не знаю, может быть, у вас каждый год обновляется, к примеру, спортивные мячи и инвентарь? Не знаю, в чем есть какая-то особенность? Ну, спортивные мячи и инвентарь, он обновляется как бы по мере его износа, но такого нет, что кто-то будет чем-то рванным играть вообще. А вообще, как бы в лагерях очень развита инфраструктура, мало того, что мы ее поддерживаем, мы еще постоянно ее обновляем. Это капитальные ремонты, это текущие ремонты, они, конечно, не в таких объемах, что мы весь лагерь перелопатили, потому что невозможно, времени столько нет. Также это наличие обязательно спортивных площадок, волейбольная, футбольная, баскетбольная, беговая дорожка, которая оборудована специальным покрытием для бега. Это бассейн, который мы запустили в 2014 году. У вас есть бассейны, они открытые? В одном из лагерей это открытый бассейн, но он для круглого, как бы дневного купания предназначен, в нем подогреваемая вода, он фильтруемый. То есть, по последнему слову техники можно сказать, дети в нем не могут... Мы, кстати, во многих муниципальных отказались от открытых бассейнов в силу разных причин, и затрат, и каких-то, видимо, рекомендаций Роспотребнадзора, которые не могут выдержать. Ну, наш выдерживает с легкостью. Он крытый, но в нем температурный режим поддерживается, можно купаться хоть сейчас, грубо говоря. Ну, это здорово, да, это большой плюс. Да, а в одном из лагерей у нас некая такая традиционность сохранена, там у нас есть открытый водоем, в нем, ну, кстати, он чистится, чистится дно, чистится территория пляжа, пляж огорожен, то есть никто на него по стороне не попадает, все происходит под контроль. Это в Минусинском районе? Да, да, на озере Малой Казыкуль. Анна, скажите, а что все-таки с безопасностью? Потому что одно время безопасности уделяли большое внимание, сейчас продолжают уделять, но с определенного момента. Это видеонаблюдение и специальные охранные предприятия, как в лагерях ваших? Жизнь и здоровье ребятишек, которые находятся в лагере, для нас это первостепенный вопрос, поэтому, если касаться охраны, это обязательных два пункта, стационарных, один передвижной, все по последнему технику, в пожарной безопасности, кнопка сигнализации. Прежде чем открыть лагерь, мы проходим все проверки. Роспотребнадзор, МЧС, муниципальная комиссия. Поэтому, как бы, с охраной все в порядке у нас, мы заботимся. Вы за детей отвечаете. Мы уже говорили до рекламы о программе, что год кино и к этому связано. А все-таки, если поподробнее посмотреть, вот ребенок, попав в ваш лагерь, какими направлениями может заняться и за сезон чему-то научиться? Мы работаем с разносторонними ребятишками. Ну, если говорить о новшествах, в 2016 году мы сотрудничаем с управлением молодежной политики, открываем целый кружок, это робототехника. Если это танцы, то это несколько направлений. Хип-хоп, также гимнастика, фитнес, еще что-то. Ну, обязательно прикладное творчество, кружки вот в этом году и кружок по журналистике. И, знаете, утром пробы, вечером кинопремьера. То есть даже фильмы снимают, да, у вас? В этом году будет все. А есть ли какие-то экскурсии? И куда дети вот в течение сезона могут поехать, что посмотреть, помимо нахождения лагеря? Экологическая направленность. В этом году мы поедем в Роев Ручей. Вообще мы проходили, и опыт подсказывает нам, что лучше приглашать гостей к нам. У нас в одном лагере 12 гектар, поэтому территория позволяет. Мы приглашаем и цирк, мы приглашаем и химию веселую. А сколько, кстати, вместимости? Вот мы не поговорили, говорим-говорим о лагерях. Сколько вместимость на сезон и лагеря в Минусинском районе, и вот под Красноярском? То, что под Красноярском 383 человека, в Минусинске 307. Это много. То есть получается за один сезон это 600 с лишним человек, да, и за весь летний период 3 сезона, да, то есть... Два сезона? Да, два сезона, да. Около полутора тысяч. Около полутора тысяч, то есть вы можете обеспечить, но это на самом деле тоже весьма существенно. Родители всегда спрашивают, вот в муниципальных лагерях понятно, что рекомендуют не появляться родителям, пусть дети своей жизнью как бы там сезон проведут, не притаскивают им в сумки продуктов, сало, колбасу, печенье и так далее. Как в ведомственных, у вас в лагерях наверняка такие запреты тоже рекомендуются посещать или родителям, или все-таки отпустить ребенка и забыть о нем на месяц? Вот здесь хочу обратиться напрямую к родителям. Уважаемые родители, когда собираете сумочку своему ребенку в лагерь или приезжаете на родительский день или просто его посетить, существует определенный перечень продуктов, которые можно вам положить. Это сушки, это пряники, это леденцы, умеренное количество шоколада, яблоки. Ни в коем случае никакого скоропорта, молочки, пиццы, колбаса, такого быть не должно. Условий в лагере для хранения нет. И чтобы избежать отравлений, просим позаботиться о своих же детях. Скажите, а вот ребенок, прежде чем попасть в лагерь, должен медицинскую справку привезти? Обязательно. В пакете документов это один из элементов, который должен быть, да, соответственно. Пройти комиссию родители могут выбрать любое учреждение, да, детское, медицинское, где комиссия, соответственно, эту справку выдаст, да? Угу. Скажите, вот смена 21 день, насколько я понимаю, да? Конечно. 21 день, соответственно, отсчет начинается уже с первого дня или 21 день полный? Вот дорога, например, до Минусинского лагеря, она входит уже в смену или нет? Нет, дорога не входит, ребятишки выезжают заранее. То есть если это они с Красноярска, они садятся там на поезд, доезжают и уже с утра они в лагерь. 21 полный день. И только с этого дня, когда они попали в лагерь, начинается отсчет этой смены. И вот если говорить об оплате, например, сумма все равно немалая для семьи от 27 до 33 тысяч, предусмотрена ли какая-то рассрочка или это только одномоментная оплата при заказе, соответственно, путевки? Нет, так мы не работаем, рассрочки у нас нету, как бы, ну и в кредит это тоже не оформишь, ну, грубо говоря, у нас. То есть это разовая оплата, соответственно, при заказе путевки, и вы выдаёте уже, соответственно, путевку, и человек понимает, в какой сезон куда он ведет. Ну, совершенно верно. Именно так. Понятно. Вы, соответственно, поездка в лагерь, это всегда такой, как бы, праздник и для детей, и для родителей отчасти, а мы не поговорили еще про возраст. Если в муниципальном лагере есть определенные возрастные ограничения, как у вас наверняка действуют тоже какие-то возрастные рамки? Ребятишек мы принимаем в лагерь в возрасте от 7 до 14 лет. Иногда и 15 лет принимаем, но тут, как бы, это уже на редких условиях. В основном 7 до 14 лет. 7 до 14 лет. И как раз вот на этот возраст все завязано, и программа, и культурные мероприятия, и спорт, и все вот именно на этот возраст, да? Все мероприятия разновозрастные. Мало того, что дети живут по возрасту в отрядах, так они и посещают. Педагоги у вас в лагерях откуда? Вот, кстати, об этом хотелось бы сказать тоже поподробнее. В этом году впервые мы объявили школу вожатых, сами обучили, у нас педагоги прошли очень жесткий отбор. Это и красноярские спортсмены, и педагоги, специалисты по работе с молодежью. Вот из их числа был выбран маленький круг, они будут работать в нашем лагере. Ну что ж, вы представляете дирекцию социальной сферы Красноярской железной дороги, и говорим мы, естественно, о ведомственных лагерях ваших. Давайте еще раз скажем, где они находятся, и как туда попасть, какие смены, даты и телефон. На сегодняшний день еще реализовываются полным ходом путевки в наши здравительные детские лагеря. Это лагерь «Восток», который находится на территории Красноярска по адресу проспект Свободный 90 Г, и лагерь «Салют». Он находится в Красноярском крайне, в Нинусинском районе, на берегу озера Малый Кызыкуль. На сегодняшний день есть путевки на второй сезон «Восток». Он начнется с 26 июня, и на две смены в «Салют» с 22 июня и с 15 июля. Можно обращаться по телефону, прям напрямую ко мне, 248-02-83. Я расскажу более подробную информацию. Но еще у нас есть официальный сайт, я думаю, он виден, да? И еще два телефона на экране, вы сейчас можете, уважаемые зрители, посмотреть. По ним тоже можно позвонить, и если у вас есть желание и, конечно, финансовые возможности, можно ребенка устроить в ведомственном лагере. Он придет классно лето в этом году. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Я желаю вам успеха в летнем отдыхе, организации летнего отдыха детей в этом году. Всего доброго. До свидания. До свидания.